МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кандидат на должность главы фонда капремонта Александр Головачев подал жалобу на региональную службу по тарифам в Генпрокуратуру и Следственный комитет. Основная просьба разобраться в ситуации с отменой результатов второго этапа конкурса на вакантный пост. Об этом он рассказал телеканалу РБК. Ранее РБК сообщал, что причиной аннулирования итогов федеральный Минстрой назвал хакерскую атаку. Соответствующее письмо ведомство направило региональной службе по тарифам. Но если это действительно так, руководитель РСТ Антон Удальев обязан показать его, считает кандидат на должность Александр Головачев. Ведь результаты конкурса выводятся на экране сразу после прохождения теста. Подделать их невозможно. Тест проводился и в других регионах, и никаких технических сбоев не было, отмечает Головачев. Тестирование пройдет повторно. Напомним, в рамках второго этапа конкурса кандидаты проходили дистанционное тестирование в Федеральном Минстрое России. В результате, как сообщили источники РБК Перм, тест прошел лишь один кандидат, как раз Александр Головачев. Ну а и ранее региональная служба по тарифам по требованию прокуратуры отменила первый этап конкурса. Комиссия приняла решение о допуске к тестированию на знание законодательства еще трех кандидатов. Директора по развитию пермского общества «Горизонт Девелопмент» Алексея Осанова. Директора ООО «Контора» Иссарапова Рамиля Емилова и заместителя гендиректора фонда капремонта при камне Натали Киселевой. Ну и также остались в силе заявки от действующего главы фонда Дмитрия Баранова, руководителя компании «Эфемида» Станислава Зимина, начальника юродела общества «Демарк» Николая Вторушина, главного инженера компании «Пигмалион» Александра Головачева, а также безработного Михаила Альметова, после чего их ждет экзамен и собеседование в Перми. На следующем инвестиционном форуме в Дубае свою продукцию представят 15 компаний при камне. Это в три раза больше, чем в этом году. О планах края по освоению новых рынков телеканал РБК рассказал губернатор Максим Решетников. Укрепление сотрудничества глава региона связывает с взаимным интересом арабских и пермских предприятий, среди целей получить доступ к местному рынку сбыта. Первые результаты уже есть. В рамках форума подписано соглашение о совместном производстве между Краснокамским заводом металлических сеток и арабской компанией. Кроме того, с арабами заключили соглашение «Пермснабсбыт» и «НПО «Искра». Здесь речь идет в целом о рынке арабских стран. Здесь и Саудовская Аравия, и все Эмираты представлены, и Катары, и так далее, и так далее. И плюс к этому надо понимать, что вот к этой территории очень сильное тяготение со стороны Северной Африки и Африканского континента в целом, и со стороны Уго-Восточной Азии. То есть это такая точка входа на очень большой рынок сбыта. Именно поэтому мы здесь, ну я считаю, здесь надо интенсивно работать. Недаром здесь работает все эти годы интенсивно Татарстан, недаром здесь Москва. С одной стороны мы конкурируем, но с другой стороны, когда мы все вместе, мы формируем общие отношения к стране. Я считаю, что мы здесь одно дело большое делаем. В Эмиратах свою продукцию представила и компания ITPS. Интерес к ним в Дубае проявили представители энергетики, нефтяной и газовой отраслей. Также, по словам представителей компании, в ближайшее время они ответят на запрос арабского предприятия по производству цемента и представят свои цифровые решения для этого бизнеса. Инвестиционный форум такого формата для нас первый. На самом деле мы участвовали раньше в качестве посетителей выставок больше и выставлялись больше все-таки на айтишных мероприятиях. Здесь формат совершенно другой. Я считаю, что нам он очень полезен. И есть возможность встречаться с непосредственно владельцами бизнесов и предлагать напрямую наши решения. На форуме ITPS также показала свои наработки в области интернета вещей, а также инструменты для цифровой трансформации бизнеса и возможности управления мобильным персоналом. Нападение курса рубля в следствии введенных санкций все-таки может привести к росту цен на новые автомобили. При этом большинство игроков рынка сходятся во мнении, что резкого скачка ждать не нужно. О возможном повышении отпускных цен в связи с валютными колебаниями первыми заявили европейские поставщики электроники и бытовой техники, но также ритейлеры одежды. По данным РВК, предупреждения получили сети Эльдорадо, МВидео и интернет-холдинг Юлмарт. Но вот автодилеры, наоборот, настроены оптимистично. Никаких заявлений от производителей не поступало. Кроме того, по словам экспертов, специфика авторынка позволит сохранить установленные цены еще некоторое время даже при дальнейшем падении рубля. Кракосрочные изменения, которые сейчас происходят по курсу, они не могут повлиять быстро на изменение стоимости новых автомобилей. В перспективе это возможно, потому что локализация сборки не у всех производителей, а не достигает 100% комплектующих российских. Соответственно, изменение курса может повлиять на возные пошлины, на изменение инвестиционного сбора. То есть мы ожидаем этого, но какого-то глобального изменения цены, наверное, нет. В то же время, последнее повышение цен на новые автомобили прошло совсем недавно. С начала года сразу 27 компаний в России скорректировали прайс-листы. Рост игроки рынка связывали, в первую очередь, с увеличением мультилизационного сбора. По мнению Дениса Басмата, глобального изменения не произойдет. Можно ждать подражания от 10 до 30 тысяч рублей в зависимости от модели. Сегодня на заседании правительства Прикамья намерены обсудить предстоящий инженерно-промышленный форум. Об этом подробнее в наших выпусках новостей. Пока же это все. Оставайтесь на РБК и до встречи. Доброе утро. Это программа «Медиаполе». С вами Юлия Якушева о самом актуальном и интересном в информационной повестке за минувший день прямо сейчас. Ход подготовки к застройке участка эспланады у Краевого ЗАГС Собрания почетный архитектор России Виктор Важенников назвал случаем вопиющего пренебрежения городской администрации мнением профессионального сообщества архитекторов Перми. С молчаливого согласия главного архитектора города было проведено некое подобие конкурса на важнейшую территорию городскую эспланаду на участке 68-го квартала. Без объявления условий, без формирования профессионального жюри было собрано неизвестно кем. Три проекта подобранных непонятно по каким принципам. В результате неизвестно кем определен победитель. Им оказалась некая фирма ИТК-групп из Челябинска, пишет господин Важенников. По мнению председателя Пермского союза архитекторов, проект вызывает массу вопросов. И по ряду причин не может быть реализованы в нынешнем виде, цитирует его новый компаньон. Накануне губернатора проверок слухи о переходе в федеральное правительство, Максим Решетников планирует отработать в регионе полный срок полномочий. Об этом он рассказал на встрече с руководителями краевых СМИ. Телеграм-канал тут же отреагировал на его заявление. К примеру, проводник считает, что глава региона сказал ровно то, что обязан был сказать в своем положении. По правилам системы он должен хотеть работать там, где ему оказали доверие. Решетников не может сказать, что он хочет в федеральное правительство шансы на повышение его 50 на 50. Лубов сделал акцент на словах Решетникова в этом же монологе о том, что он постепенно формирует команду. По мнению авторов телеграм-канала, это звучит угрожающе для одних и обнадеживающе для других. Между тем, соленые уши считают массовые увольнения на Куйбышева-14 маловероятными. 28-летний дизайнер из Индонезии Ангама Хардзика Путра рассказал интернет-газете «Текст» свою версию событий, связанных с логотипом проекта «Покупай Пермское». На минувшей неделе пользователи интернета обнаружили, что новый логотип пермского проекта невероятно похож на прошлогоднюю работу Путра. Ее можно найти в интернет-банках логотипов. «Мою работу просто украли и отредактировали. Это незаконно, и я не разрешаю использовать этот логотип», сообщил дизайнер в интервью «Тексту». При этом он добавил, что с ним уже связались представители Пермской торгово-промышленной палаты с вопросом о возможности передать им права на спорный логотип. С вами была программа «Медиаполе». До встречи в эфире. Это программа «Бизнес-принцип». Меня зовут Илья Хлобыст. Здравствуйте. Среди предложений о вакансиях очень часто попадаются менеджеры по продаже. Между тем, немногие компании могут похвастаться работоспособным и эффективным отделом продаж. Возможно ли это в нынешней экономической ситуации? Как вырастить гения продаж или даже целый отдел? Говорим сегодня об этом с нашим московским гостем, сооснователем онлайн-школы продаж «360 Degree Sale», основателем рекламного агентства «Инстатаргет» Кириллом Пономаренко, который проведет семинар в Перми в рамках проекта «Бизнес-среда». Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте. Менеджер по продажам – это одна из самых популярных, наверное, сегодня вакансий. предприниматели, рекрутеры склоняются к мнению, что рынок стоит. И вообще, насколько в этом случае необходимо нанимать целый штат менеджеров, и что от них зависит в этой ситуации? Ну, по поводу первого, то что… Ну да, я согласен, что менеджер по продажам – это одна из самых популярных профессий, потому что, в принципе, как многие считают, она не требует особо каких-то вложений именно в плане своего обучения. По поводу того, что рынок стоит – это наглая ложь. Вас обманывают всех, кому не лень. Потому что рынок не стоит, он постоянно меняется. И то есть те методы привлечения клиентов в свой бизнес, к своему продукту или услуге, которые вы использовали полгода назад, они не факт, что будут работать настолько же эффективно, насколько они работают сейчас. И суть заключается в том, что когда человек никак не пытается развить, разогнать свой бизнес, он всегда скатывается вниз. То есть это вот по поводу того, что рынок стоит. Это не так, то есть просто нужно тестировать новые источники рекламы, нужно тестировать новые методы привлечения, методы продаж. А по поводу именно того, насколько целесообразно целый штат содержать, это уже зависит исключительно от выбранной стратегии. То есть если мы говорим о том, что мало входящих заявок, и при этом вы хотите нанять 10 человек, ну, естественно, это будет нерентабельно, не имеет никакого смысла этого делать. Если же вы продаете на исходящем потоке, то есть не к вам клиент приходит, а вы пытаетесь клиенту прийти и договориться с ним о каком-либо виде сотрудничества или употреблении вашей продукции, то тогда имеет смысл набирать несколько человек, там, хотя бы 3-5 для старта, для того, чтобы из этих 3-5 вы могли понять, кто из них будет эффективным, а кто неэффективным, и, соответственно, неэффективных уволить. Хорошо, с деньгами разобрались, то есть деньги есть, не хватает только компетенции вот этим самым менеджерам по продаже. Но поскольку ваш семинар рассчитан, в принципе, либо на настоящих, либо на будущих менеджеров по продажам, то вот можно ли сказать компаниям, из какой сферы сегодня легче всего осуществлять продажи, из какого сегмента? Тут я бы рекомендовал больше опираться не на какой-то сегмент, а на свои собственные ощущения, потому что, ну, сам простой пример, мой партнер Анастасия, она больше любит B2B-продажи, она любит большие продажи, где общаются там на уровне первых лиц бизнеса, а мне больше нравится B2C, то есть здесь именно вопрос как бы ваших личных ощущений. Конечно, проще, намного проще и быстрее зарабатывать и получать деньги в B2C-сегменте, это когда вы продаете товар или услугу конечному потребителю, то есть самый простой пример, там, детская коляска, вы ее не продаете какой-то компании, вы ее продаете именно конечному потребителю. И тут уже стоит смотреть на то, насколько компания хороша именно на рынке, потому что если идти в какую-то очень большую уже организацию, которая там 10-20 лет на рынке, там будет, ну, будет очень мало развития, вас мало чему будут учить. Если же идти в только что созданную компанию, там, которая меньше года, то там, как правило, просто будет уже, естественно, отбор, то есть, ну, работодатель, он не будет особо заинтересован в вас. Я не говорю обо всех, я просто говорю как бы вот именно в подавляющем большинстве. Выбирайте средние компании там с объемом годовым, ну, хотя бы там 100-150 миллионов рублей. Вот, этого будет более чем достаточно для того, чтобы вы себя попробовали и вы поняли, что именно вам интересно, в каком направлении, в каком сегменте работать. Еще одно правило, которое вот из этого вашего ответа я вывела, то есть, нет таких сфер, где легче или труднее продавать. Видимо, нужно просто любить свой продукт. Конечно, да. То есть, все сводится именно к тому, что эффективность любого сотрудника, на какой бы он должности ни работал, напрямую зависит от того уровня удовольствия, которое он получает от своей деятельности. СМИ где находятся в этой парадигме? Вообще, насколько легко сегодня стало продавать медийный продукт? Вот с медийными уже ситуация в корне другая. Это же как воздух. Да. Людям, ну, последние уже 5-6 лет примерно, это, конечно, за последние 5-6 лет стало проще продавать. Потому что люди начинают понимать, что такое реклама, что такое услуга. То есть, несмотря на то, что, по сути дела, нет как такового физического какого-то товара, но человек понимает конкретно, за что он платит. И здесь уже начинается профессионализм менеджера для того, чтобы он объяснил потенциальному клиенту, за что он в последующем заплатит деньги и что он получит на выходе. Потому что все люди, которые так или иначе связаны с услугами, это в основном люди, которые мыслят показателями, ага, я вот столько вложил, а сколько я из этого получу. И человеку обязательно, то есть нужно его упаковать в некий квадрат, о котором мы рассказываем, который там состоит из 4-х пунктов. Вот самое главное, да, человеку гарантии, что его вложения, его инвестиции, они окупятся не просто в ноль, а он еще и будет в прибыли. Вот. Но это как бы уже зависит еще непосредственно от качества оказываемой услуги. Вот. Поэтому СМИ все-таки они потруднее. Основные принципы хорошего эффективного отдела продаж, вот сильные и слабые стороны, и на примерах, если можно, и не очень длинно. Коротко. По поводу сильных и слабых сторон. Наверное, тут самая сильная сторона любого эффективного отдела продаж, что каждый сотрудник, неважно это менеджер, стажер, старший менеджер, руководитель отдела продаж, каждый сотрудник, который работает в отделе продаж, он должен понимать одну простую вещь. Я напрямую влияю на количество денег, которые зарабатывает компания, и которые зарабатываю я сам. Если этого понимания в голове у человека нет, то он будет менее эффективен, нежели чем тот, который это понимает. То есть это прям вот как закон. Слабая сторона любого отдела продаж, это, конечно, найм. Потому что многие люди, вот, опять же, то есть это не мнение, это вот как показывает практика, многие люди в продаже почему-то идут из серии, ну, я ничего особо не умею, пойду-ка я продавать, наверное. Ну, не берите таких людей, то есть если берете, прям прививайте им любовь. Обучайте. Да, обучайте их. Работайте с такой категорией сотрудников, потому что он придет, поработает на вас полтора-два месяца, вы в него вложите, ну, там, вы ему заплатите зарплату, он особо денег вам не заработает, и потом он уйдет. Вот, то есть, как бы пример самый простой могу привести на одном из наших недавних клиентов. У него был всего один менеджер по продажам, то есть он очень боялся нанимать там два-три сотрудника, при том условии, что когда поток, входящий поток очень большой, и не все процессы еще оптимизированы, не стоит жадничать и платить только одному сотруднику. Возьмите двух-трех, они в долгосрочной перспективе принесут вам больше рой, больше возврата инвестиций, нежели чем этот один сотрудник. То есть совокупно они будут более эффективны, нежели чем один. И последний вопрос, опять же, очень коротко. Вы прошли путь от продавца принтеров до профессионального тренера. Вот что все-таки легче, продавать или учить, как это делать? Боюсь, коротко тут не получится, но давайте так, вот я попробую как бы глубоко копнуть и каждый сделает те выводы, которые он считает нужным. Продавать нелегко, обучать нелегче. То есть здесь все зависит от того, насколько качественно человек оказывает услугу по обучению или насколько качественно он производит свой продукт, то есть насколько хорошо он продает. Могу точно сказать, что если подходить к обучению именно профессионально, то есть разрабатывать методику, проводить обучение, замерять все результаты, при этом тестировать это все, то, естественно, к точке зрения обучения, подход у меня, по крайней мере, он намного серьезнее, нежели чем был, когда я просто сам продавал. Потому что прежде чем дать какую-то технологию, мне надо ее придумать, найти, протестировать, при этом сначала на своем проекте и только потом обучать уже людей, если эта методика прошла все фильтры, по которым мы обучаем. Потому что я никогда не понимал людей, которые где-то что-то услышали, такие, о, это крутая техника, делайте так. Ну, бред. То есть это так не работает. Обязательно должен быть подготовительный этап, который показывает работоспособность и не просто работоспособность, а эффективность вплоть до конкретных цифр. То есть вот такая-то фраза в, грубо говоря, 6 из 10 случаев продает. Такая фраза в стольки-то-стольки-то случаев не продает. Спасибо, Кирилл, сооснователь онлайн-школы продаж. В этом графе есть незамысловатая графа ОДН. Что за скрытый смысл она несет? Как происходит расчет? Обсудим прямо сейчас. Ваше право знать, что общедомовые нужды – это те суммы расходов, которые направлены на содержание дома и его обслуживание, необходимые для поддержания нормальной жизнедеятельности всего многоквартирного дома. Как известно, ОДН представляет собой разницу между показаниями личных счетчиков, индивидуальных приборов учета, установленных в квартирах жильцов, и общедомовых приборов учета в многоквартирном доме. ОДН – это не только расходы на освещение и отопление подъездов, но и на электроснабжение общедомового оборудования и всех помещений общего пользования. Водоснабжение на обслуживание и работу отопительной системы, в том числе мойка, уборка общих помещений, уход за придомовой территорией, включение в состав ОДН прочих расходов за ресурсы незаконно и категорически запрещено. Согласно разъяснениям Минстроя России, к оплате предъявляется фактический объем ресурсов, потраченных на содержание общего имущества. Полученное значение сравнивается с действующими нормативами. Если фактический объем превышает норматив, то разница оплачивается за счет управляющих компаний. В том числе, если часть энергоресурсов теряется в процессе доставки к конечному потребителю по вине управляющей компании, то затраты по потерям оплачивает также данная управляющая компания, а не жильцы. Собственники многоквартирных домов оплачивают услуги в пределах утвержденных нормативов. На сегодняшний день существует два варианта расчетов ОДН. Основным критерием является наличие или отсутствие общедомовых приборов учета. Ситуация понятна и проста, когда в многоквартирном доме установлен общедомовой прибор учета. В данном случае величина ОДН рассчитывается как разница между показаниями общего и индивидуальных счетчиков. Полученная разница распределяется между всеми собственниками дома, пропорционально площади занимаемых помещений. В случае отсутствия общедомового прибора учета, объем ОДН определяется как произведение установленного норматива в регионе на общую площадь здания. На вопрос, где взять норматив потребления, действующий на территории Пермского края, ответ прост. Нормативы потребления электрической энергии, холодной и горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме указаны в приказах региональной службы по тарифам Пермского края от 7 июня 2017 года. Обращаю ваше внимание на то, что единых нормативов не существует. И это логично, так как определение показателя зависит от многих факторов, таких как этажность дома, наличие или отсутствие централизованного холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, наличие или отсутствие лифта, индивидуального отопительного пункта, насосного и другого оборудования, установленного в вашем доме. На сегодня все. С вами была Наталья Рысакова и программа «Ваше право». И помните, ваше право знать ваши права. Тотальный диктант, школа ораторского мастерства и языковые клубы в библиотеках Перми на этой неделе. С вами программа «Культурный слой» на РБК Перм. И я, Анастасия Подгородецких. Доброе утро. Сегодня, 12 апреля, в библиотеке имени Горького пройдет очередное заседание клуба «Школа делового общения и ораторского мастерства». Тема заседания – культура делового разговора, активное слушание и эффективные техники работы с вопросами. На встрече обсудят техники постановки вопросов, ответы на некорректные вопросы и что значит «слушать и слышать» – начало в 18.30. В субботу, 14 апреля, Горьковка и многие другие библиотеки станут площадками проведения ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант». Цель акции – дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Диктант проходит по всему миру в один день и ежегодно собирает сотни тысяч людей вместе. Спикерами выступают известные деятели культуры и искусства, политики, спортсмены и общественные деятели. Проверить свою грамотность сможет любой желающий. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте акции и выбрать удобную площадку. Начало диктанта в 13.00. 19 апреля в 18.30 в Горьковке состоится заседание Клуба путешественников и волонтеров. Тема очередного заседания – Куба. На встрече путешественники расскажут свои впечатления об этой яркой стране и каждый сможет познакомиться с историей и культурой Кубы. Кроме того, в библиотеке состоятся встречи нескольких языковых клубов для изучающих английский в воскресенье в 12.00, для изучающих итальянский – в понедельник в 18.30. В течение всей недели в библиотеке имени Горького будет работать общественная приемная. Пермяки могут получить бесплатные консультации по актуальным правовым вопросам. График работы общественной приемной можно узнать на сайте библиотеки или по телефону 236 2099. Это была программа «Культурный слой» на РБК Перм. Читайте, смотрите, наслаждайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова